Добрый вечер. ТНТ Поиск работает в прямом эфире. Уважаемые телезрители, присоединяйтесь к нашему разговору. Телефоны на ваших экранах, по которым можно звонить, и в прямом эфире задать свои вопросы. А я представлю гостей нашей студии. Это Елена Алексеевна Ченкова, главный эпидемиолог Клинского района. Геннадий Анатольевич Кумиров, заместитель начальника Клинской станции по борьбе с болезнями животных. И Николай Митрофанович Стрелков. Добрый вечер. Заведующий травматологическим отделением Клинской городской больницы и районный эробиолог. Вот сразу на вашей должности, так сказать, остановимся. Николай Митрофанович, кто такой эробиолог и чем он занимается? Ну, почему бешенством занимаются травматологи? В двух словах объясню. Пострадавшие, которые получили повреждения в связи с нападением животных или просто укусами, царапинами, прежде всего попадают в травматологу. Поэтому в 1973 году на съезде травматологов-ортопедов было принято такое решение, что профилактическое лечение по поводу бешенства начинают именно травматологи. Для чего? Для того, чтобы сократить время от начала контакта с подозрительным животным до начала профилактического лечения. Поэтому травматологи несут этот крест, пытаются освободиться от него, но никак пока не получается. Мы этим и занимаемся. Ясно. Мы еще вернемся к лечению и профилактике. А сейчас Геннадий Анатольевич, может быть, скажет нам в целом, какая сейчас ситуация в Клинском районе по бешенству. Вот буквально месяц назад на комиссии по чрезвычайным ситуациям ваш коллега докладывал о том, что бешенства в Клинском районе нет, но нас окружают уже со всех сторон. Какая сейчас ситуация? Значит, на данный момент в Клинском районе с начала года не зафиксировано ни одного случая бешенства. Но, тем не менее, в Московской области ситуация очень ухудшилась. Возросло бешенство в семь раз. И, значит, самое, что, значит, очень плохое в этом, на данный момент в трех районах заболел крупнорогатый скот. То есть имелся контакт с лесой, скот был укушен лесой, и, значит, пришлось на хозяйство накладывать карантин, проводить карантинные мероприятия. Это близко к нам? Это какие районы сейчас скажете? Так, южные районы, Озерский район, Раменский район и Луховицкий район. А бешенства, вот случаи в Московской области, они у кого больше фиксируются? У бездомных собак или домашних животных, или у лис? Большинство бешенства, значит, регистрируются, это лисы, енотовидная собака и маленький процент домашних животных. Значит, мы в этом году привили, значит, животных, домашних, порядка 2315 голов. Это собак и 1559 голов кошек. Это много или мало, Геннадий Анатольевич? Это, конечно, нет. Нет, этого недостаточно, значит, здесь цифра должна быть гораздо больше. Почему-то граждане считают, что, значит, ну, немножко игнорируют, так скажем, прививку против бешенства. А это же здоровье их питомцев, здоровье хозяев и также посторонних людей, которые могут случайно контактировать с непривитым животным. Причем бесплатную прививку, да? Да, вакцинацию, вот хотел бы сказать, вакцинация, значит, если мы те годы еще брали, там, 15-20 рублей, там, за шприц, за квитанцию, в этом году прививки мы делаем бесплатно. Как на ветеринарной станции, выезды в хозяйство, выезды, было создано 4 бригады, выезжали по городу, прививали, в Исоковск город был охвачен. А те, кто не успели или сейчас... Каждый день, значит, с 9 и до 17 работает Клинская ветеринарная станция Дуроманово-20, и там проводят обследование животного, клинические осмотры и прививку против бешенства, бесплатно. Тоже бесплатно, на базе вашей станции, да? Проходил в Московской области месячник по бешенству, это с 4 мая по 4 июня. Вот за этот месяц много, порядка 1400 голов собак привито и 1200 кошек за один месяц. А вот всего я цифру назвал, это 315 собак и 1559 кошек на сегодняшний день. А в Клинском районе вот такая ситуация с бешенством ежегодно у нас меньше всего случаев? Или мы как-то в этом году по каким-то причинам отличились в хорошем смысле? Да, в этом году в хорошем смысле слова мы отличились. Ну, видимо, немного больше привито, значит, в этом году у нас, чем прошло, чем позапрошлый год. Также большое внимание сейчас, значит, ветеринарная служба уделяет вакцинации диких животных. Происходит раскладка вакцины, значит, весну, видели, не весну, а осенью мы разложили порядка 7 тысяч вакцины. И сейчас получаем вакцину с 17-го числа по охотно-хозяйствам, получаем еще 8 тысяч вакцины, будем вместе с егерской службой, с охотниками раскладывать, значит, для диких животных. Геннадий Анатольевич, ну мы еще, думаю, не раз вернемся к этой теме, а пока я предлагаю выслушать наших телезрителей, которые уже дозвонились и ждут ваших ответов. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня мама очень боится змей. Скажите, пожалуйста, есть ситуация в Ленском районе, где-то опасная встреча с этими земноводными? А мама любит в лес ходить, да? Очень. Мы любим собирать грибы и прочие там, ягоды. Нам понятен ваш вопрос, да, это одна из подтем нашего сегодняшнего прямого эфира. Елена Алексеевна, наверное, ответит по змеям. Я отвечу, что в нашем районе, да, к сожалению, вот есть такая змея, как гадюка. Гадюка обыкновенная еще ее называют. И она в основном, конечно, в лесах. В прошлом году у нас было шесть случаев обращений людей, которых укусила змея. В основном это было в районе деревни Ямга, Решетниково, Воздвиженское. Вот в тех местах в основном оттуда поступали люди с укусами змей. Но это как бы ежегодно практически, да? Именно оттуда. В этом году пока вот один был случай укуса змеи человека. Где это было? Один был случай тоже вот в районе деревни Ямга. Вот, да. Смертельные случаи были? Ну, сразу скажу, что нет, смертельных случаев не было у нас. У нас сразу скажу, что у нас помощь оказывается. И на станции скорой помощи имеется сыворотка против яда гадюки. То есть сразу могут оказаться еще в машине помощь. И в больнице тоже имеется сыворотка против яда гадюки, которая вводится как медицинская помощь. Это вот первая помощь, это введение сыворотки. И сразу скажу, что вот если вот боитесь ходить в лес, да, боитесь змей, ну, во-первых, надо обуться как следует. То есть высокие сапоги рекомендуется одевать. Все-таки хоть и жаркая погода, но вот одевать высокие сапоги и брать в руку палку. И если трава, допустим, высокая, идти впереди себя как бы вот шуршать, постукивать немножко вот так. Она змея, она уползет сама. А говорят, что змеи глухие. Она сама не желает. Но они чувствуют вибрацию. Они сами уползают, они сами не хотят этой встречи с человеком, поэтому они сами уползут. Поэтому вот может быть шум такой вот делать, и змея должна уползти. Ну и, естественно, соответственно, одеться. Как я уже сказала, вот сапоги желательно высокие. Ну и, конечно же, допустим, у нас были такие случаи в прошлом году, укусы змей тоже на даче, у себя на участке. Или на домашнем участке, или там на дачном участке тоже такие случаи могут быть. И чаще всего эта встреча со змеей происходит там, где, допустим, складируются дрова или мусор есть. Лучше мусор убрать, окашивать траву, окашивать и за изгородью. Потому что, ну, ее будет тогда видно, чтобы было видно. То есть вот поддерживать какой-то либо такой порядок. А в лесу вот такие меры как бы рекомендуются. Скажите, а вообще большая вероятность умереть именно вот от укуса вот такой гадюки, которая водится в Клинском районе? От чего это может зависеть, вот печальный исход этой встречи со змеей? Считается, что просто вот как бы от укуса змеи человек не погибает. Нет, не смертелен, считается. Но он может привести еще в зависимости от того, от физиологических особенностей человека. То есть яд этот может подействовать и на нервную систему, и на сердечную систему, и на почки. И может развиться и острой почечной недостаточности. То есть резко. И уже вот от этих последствий может быть аллергическая реакция сильная. К нам поступали люди, у которых была вот сильно аллергическая реакция. То есть очень сильный отек, очень сильный отек в месте укуса. Там, допустим, укус где-то в области голени, а отек и сенущность до паховой области. То есть вся нога, вот и бедро. Вот даже такие были случаи. То есть такая сильная была реакция. Таких вы спасали? Конечно. А как же, конечно, помощь оказывалась. И у нас все было благополучно в прошлые годы. И вот ежегодно у нас где-то вот по 6-7 случаев таких обращений бывает. Хорошо. Наши телезрители активизировались. Давайте послушаем, что их еще интересует. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Алло. Здравствуйте. Задавайте свой вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос к ветеринарному специалисту. Скажите, пожалуйста, у меня дома находится кот. Он у меня домашний. На улицу не выходит. Скажите, нужно ли его прививать от бешенства? Конечно, нужно. Спасибо. Очень хороший вопрос. Значит, грузины могут прийти в квартиру. Они могут быть заражены бешенством. И, значит, был случай такой в Клину. Дома, значит, это было где-то в Майданово там. Значит, кошка домашняя тоже хозяйка говорила, что никуда не выходит. Резко заболела, а происследовали, оказалось, что бешеная. Но это вовремя так обратилось. У нее еще там две кошки было, и ребенок маленький. И пришлось всех прививать. Геннадий Анатольевич, а говорят, что даже на подошве можно принести бешенство домой? Конечно, вирус можно принести. Вирус. Конечно. Если наступите на слюну от бешеной собаки, лисы, с леса пришли, то вы сами занесете бешенство в свою квартиру. То есть прививать не то, что нужно обязательно, желательно. Конечно. Вакцина очень мягкая. Хорошие животные после этой вакцины не переболевают, значит, не рекомендуется там два-три дня купать только. Понятно. Хорошо. Спасибо за ответ. У нас есть еще вопросы. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло, это мне? Да, да, да. Говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, после укуса клеща нужно ли принимать какое-то рекламное дело теплового против клещевого энцефалита? В газетах я прочитала про то, что рекомендуется иммуноглобулин. Но в каком виде и действительно ли это помогает? Очень хорошо ответить. Спасибо. Спасибо за вопрос. Наши телезрители немножко нас опережают. Это еще то, о чем мы собираемся сегодня говорить. Видите, это укусы клещей. Да. Елена Алексеевна, вот давайте сначала ответим, что делать, если укусим. Да, конечно. У нас уже очень много обращений с укусами клещей. В этом году уже на сегодняшний день 109 обращений. Это много, да? Ну, это примерно так же, как в прошлом году. Вот за 5 месяцев в этом году было 65, в прошлом году 77. Ну, примерно одинаково. Да, и есть такие случаи, когда люди вот приходят и как бы не то что просят, а требуют, чтобы ввели вот иммуноглобулин против клещевой. Я сразу скажу, что на территории Клинского района клещевого энцефалита у нас нет. В течение многих лет у нас не регистрируется это заболевание. В клещах мы также не находили. И Центр генопедемиологии исследует клещей на наличие возбудителя именно клещевого энцефалита в том числе. Не было. И наша Московская область, она считается неэндемичной по клещевому энцефалиту, кроме Дмитровского и Талдамского района. Там когда-то выявлялись случаи такие, но у нас нет. И проводится у нас ассиромониторинг, то есть у нас население мы забираем кровь, ну, как бы плановая такая работа. И проверяется, болели ли у нас люди клещевым энцефалитом или нет. И у нас никаких подтверждений этому нет. То есть как бы вот и на сайте Роспотребнадзора спокойно наша территория относится к свободной от клещевого энцефалита. Поэтому, когда укус клеща проводится, то клещевой иммуноглобулин у нас, если укус произошел клеща присасывания на территории Клинского района, клещевой иммуноглобулин не вводится. Он не показан. Все-таки рекомендуется все равно клеща этого исследовать, отвезти в лабораторию на наличие другой болезни, более как бы актуальной для нашего района. Это болезнь лайма или бролиоз. У нас есть случаи в прошлом году? Да, в прошлом году у нас было 14 случаев заболевания болезнью лайма. А в этом году 4 случая. Тоже они лабораторно подтверждены. То есть люди профилактическое лечение не получали. Там профилактическое лечение при болезни лайма – это прием антибиотиков. Также врачи это назначат. Заболевание, в принципе, оно очень легко лечится антибиотиками. И профилактическое лечение антибиотиками предотвращает именно заражение. То есть если клещ был заразный, то есть он внес в себе возбудителя болезни лайма, то может или не может… Не обязательно, конечно, на каждый случай присасывание такого клеща может привести к заражению. Но чтобы обезопасить себя, рекомендуется пропить антибиотики. Но лучше, конечно, клеща исследовать, чем пить антибиотики. А в Клину, насколько известно, мы не исследуем. У нас нет такой лаборатории? Да. К сожалению, лаборатории такой нет по исследованию именно клещей на наличии возбудителей. Поэтому и у нас на сайте, и везде мы объявления вешаем с адресами лаборатории, где проводится это исследование. Это и в городе Твери, и в Москве. Да, вот сейчас наши операторы выводят на экран адреса. Уважаемые телезрители, можете посмотреть, записать, если кому необходимо. Ну, я хотела бы немножко дополнить. Рядом с нами Тверская область находится, которая является эндемичной клещевым энцефалитам. Да, вот буквально сегодня Тверское информагентство сообщило, что уже выявлено два случая клещевого энцефалита. Вот мы так близко к ним, к нам они не могут... Люди, да, вы имеете в виду два случая клещевого энцефалита, заболевания людей. Да, у них ежегодно, вот такие единичные случаи, но регистрируются заболевания. А они к нам не могут перепрыгнуть, переползти? Так близко мы к ним находимся? Ну да, мы граничим с Тверской областью, но считается все-таки... Основные-то переносчики — это животные, грузуны, птицы. А у них же свой ареал обитания. И вот они где обитают постоянно, то есть Тверской заболеведник, там они и обитают. Ну как бы вот у нас, но не было у нас. К нам вот не переходят, по счастью. Вот. Но какая-то такая вот рекомендация, если укус произошел на территории Тверской области, надо сразу исследовать этого клеща, обязательно, сразу. Анализ делается очень быстро. Если вы сами его отвезете как можно быстрее, потому что иммуноглобулин — тоже препарат, ну так скажем, не безобидный для организма человека. Это белковая фракция, тоже может быть аллергическая реакция. Но, конечно, она спасает, в первую очередь спасает от клещевого энцефалита. В прошлом году у нас был случай, когда проездом человек был у нас, обратился к нам с укусом клеща, он сказал, что укус произошел на территории Тверской области. Этот клещ был исследован, это был москвич. И там подтвердился, что в клеще есть возбудитель клещевого энцефалита. И уже мы в Москву ему звонили, и там ему вводили иммуноглобулин. То есть вот так получилось. Ну вовремя всё. Главное, иммуноглобулин должен быть введён до четвёртого дня, после присасывания клеща. Вот. Это вот как бы рекомендация такая существует. Хорошо, у нас есть ещё вопросы. Мы вас слушаем, вы дозвонились. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если клещ был обнаружен на даче далеко от больницы, можно ли как-то извлечь его самому и обязательно ли обращаться к врачам? Тоже хороший вопрос. Конечно, как я сказала, что нужно клеща как можно быстрее извлечь. Если вот вы самих, у вас есть возможность, то, конечно, можно самим сделать это. Я вот сегодня принесла купюру в зоомагазине. Да, ветеринарные или ветеринарные аптеки. Продаются вот такие, вот они называются выкручиватель клещей. То есть народными способами лучше не пробовать, да? Ну, я сейчас расскажу, да. Сейчас расскажу, как можно... Вот, во-первых, ну я начала с этого. Выкручиватель клещей, он применяется и для человека, и для животных. Ну, я вот его нашла в зоомагазине. Здесь таких вот два приборчика, называются выкручиватели. Вот. Они два разных размера. Вот один для большого клеща, который насытился кровью, он уже большой, он может быть достигать вот размера ногти человека. И маленький для маленького клеща, который имеет очень маленькие такие размеры, маленькие. Вот. И вот они, в общем-то, такие нетяжелые. Когда вы ходите, допустим, если у вас есть дача, то можно приобрести их, иметь вот у себя на даче. Или вы идете куда-то в лес гулять, и тоже можно с собой вот эти приспособления взять. Значит, здесь есть инструкция, как ими пользоваться. Вот здесь все написано, как пользоваться ими. И, ну, первая такая рекомендация, это вот, если присосался клещ, значит, надо как бы вот здесь прорезь такая имеется тоненькая, этой прорезью подцепить головку, ну, вот близко-близко подцепить под клеща. Если вы почувствовали, что это произошло, надо так поворачивать против часовой стрелки и одновременно нерезкое такое движение потягивающее делать. И повернуть как бы два оборота сделать, да, и вытаскивать. Ну, как бы вот такая там инструкция имеется. Вот. Потом следующий метод. Это с помощью нити, плотная нить, узелочек тоже вот подвести под место, как можно ближе к коже затянуть, и плотная нить, и тоже вот затянуть очень плотно, и потягивать то влево, то вправо потягивать, поворачивая, вернее, вот так покачивая нить, и вот и потягивать. Вот такой метод. И, кроме того, можно пальцами, но просто пальцами ни в коем случае нельзя. Только обернутыми марлей или там платочек носовой. То есть любая ткань, которая у вас есть. Обернуть пальцы и тоже вот так его взять как можно ближе к коже, и также поворачивая против часовой стрелки желательно, ну, как получится уже, и потягивать перпендикулярно к коже. То есть вот такие рекомендации. Вот у нас тоже на сайте везде это мы размещали, и везде это есть. Вот такие вот методы мы разместили и показали. Вот это с помощью пинцета и вот этот выкручиватель. И вот так вот, допустим, вот обернули пальцы, и можно так попробовать. Николай Митрофанович, ваши коллеги занимаются вот такими пациентами. Нет, это в приемном отделении. Это в приемном отделении. Ни в коем случае вот голыми руками не надо. Раздавливать клеща нельзя, потому что если клещ инфицирован, может быть микротравма на пальцах, может произойти инфицирование человека, заражение человека. Вот это нельзя. Которого клеща вы изъяли, его вот лучше доставить в лабораторию на исследование. То есть надо достать клеща как можно быстрее. Потому что чем дальше он сидит, тем больше заражения происходит. Девушка спросила, всегда ли нужно обращаться в больницу? Ну, если вот не получается, да, если не получается, то, конечно, лучше приехать вот на травм в приемный покой. А если получилось? Если получилось, то надо его, если есть возможность, куда-то его положить, в какую-то баночку, если это есть. Но если на даче, наверное, баночки находятся. Туда надо положить или влажную какую-то тряпочку, или травинку, или влажную туалетную бумажку. То есть ему нужна влага, чтобы он оставался живым. Плотно-плотно закрыть пробочкой, там пластырь может быть закрыть, чтобы он не выполз. И вот отвезти в те лаборатории, которые мы с вами показывали. Или же, если нет такой возможности, то клеща не надо давить. Его надо или сжечь, или там залить кипятком. Но его надо уничтожить, чтобы он не расползался. На даче, чтобы вот, опять-таки, повторюсь, наверное, но на даче, чтобы как можно было меньше клещей, это надо соблюдать чистоту, то есть от мусора избавляться, окашивание своевременное делать. И рекомендации еще существуют не только у себя на участке, но и за забором какое-то количество травы, также окашивать, чтобы ветром не сдувало их клещей. Потому что в основном они все-таки обитают на высокой траве, на траве и на кустарнике. Хорошо, спасибо за ответ. Мы слушаем еще вопросы. Здравствуйте, вы дозвонились, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, я вот хотел бы узнать, вот к ветеринарному врачу, до какого числа можно бесплатно кошек прививать? Домашних, да? Да, да, домашних. Геннадий Анатольевич? Весь год. Весь год. Ну давайте еще раз напомним, до каких вы работаете, со скольких? С 9 утра и до 17 часов вечера. Перерыв с 12 до часа. А имеет значение вот то, что сейчас сезон как бы бешенства, да, более частые случаи именно в летний и весенний период? Конечно, в летний и весенний период, значит, заболеваемость бешенством у животных прогрессирует. Значит, и спаривание животных идет, значит, они друг другу ищут моменты, значит... Приблизиться. Да, приблизиться. Более могут агрессивными быть летом, поэтому, значит, необходимо животных прививать. В любое время. Раз в год прививается животное с двухмесячного возраста. Угу, ясно. Николай Митрофанович, ну вот Геннадий Анатольевич сказал, что случаев бешенства нет, а вот к вам в отделении обращались с укусами бездомных, домашних, диких зверей, животных? Да, ежегодно к нам обращается в среднем 685 человек. Я специально делал выборку за последние 10 лет. В 2005 году было 589 обращений, в 2014 году 636. Ну, почти на уровне, да? Казалось бы, совершенно небольшое увеличение, но были всплески в 2009 году 726, а в 2010-м 878. А в этом году чаще с какими укусами к вам? Сейчас скажу. В этом году за первые 5 месяцев 222 укуса, в том году вернее, а в этом 229 тоже одинаковые примерно, без большой разницы. В основном укусы, конечно же, домашними животными и в меньшей степени сельскохозяйственными, и меньше всего дикими. Ну, им какую терапию проводили, вот в связи с тем, что бешенства в районе как бы нет пока что? Ну, я скажу так, что если произошел контакт, особенно с неизвестным животным, контакт это ослюнение, ссадина, царапина или укус, обязательно нужно обращаться в травматологический пункт. Это в городе Клино, можно обратиться в Исоковске, туда в больницу, тоже в Исоковскую больницу. Ну, иногда обращаются и в детскую поликлинику. Но лучше всего, конечно, обратиться в травмпункт и в Исоковске. Пациенты, которые к нам таким образом обращаются, мы заводим на них документы, обязательно фиксируем, выясняем обстоятельство укуса, обязательно локализацию укуса мы выясним. От этого зависит лечение, да? Лечение, потому что есть опасные локализации, это голова, лицо тоже, шея, кисти рук, пальцы, пальцы ног и гениталии. Это вот самые опасные, потому что у них большая обильная иннервация и кровоснабжение хорошее. Поэтому вирус, попав в эти места, быстрее всего может попасть в центральную нервную систему и вызвать уже само заболевание. В зависимости от того, что мы выясняем, или это укус спровоцированный, не спровоцированный, если это может быть не так опасно, если не спровоцированный, сразу нас настораживает. И вот в зависимости от того, что я сказал, мы назначаем или просто вакцинацию, или комбинированное лечение, когда вводим сначала иммуноглобулин или сыворотку, одно и то же название, по тому же вакцину. Иммуноглобулин есть человеческий и на основе лошадиной крови. Если на основе человеческой крови, мы вводим на месте в травмпункте, а если, к сожалению, не бывает иногда, не всегда бывает, если на основе лошадиной крови, то мы направляем в хирургическое отделение города Высоковска. Там где-то три дня наблюдают после введения, и потом пациентов отпускают. А как-то следят за этими пациентами? Ведь у бешенства, наверное, какой-то инкубационный период тоже есть. Он уже не сразу проявляется, если вдруг человек заразился. Конечно, инкубационный период, он длится от нескольких дней, 7 примерно дней, самое меньшее количество дней, это 5 дней было зарегистрировано, до 2-3 лет и больше. Вакцина назначается в день обращения, на 3-й, на 7-й, 14-й, 30-й и 90-й день со дня укуса. Никто же 40 уколов не делает, как это было раньше, поэтому бояться не надо. Вакцина переносится в укол безболезненно, поэтому очень важно соблюдать те сроки, которые мы специально указываем в документах. В те дни как раз нужно, чтобы выработать напряженный иммунитет. Вакцина, она способствует образованию своих антител в организме, которые борются с вирусом. А иммуноглобулин – это готовые антитела, как бы готовый антидот для инактивации попавшего в организм вируса. Иммуноглобулин живет в организме 6-8 дней всего и разрушается. Но если мы вводим и вакцину вслед за иммуноглобулином, за 6-7 дней в организме начинают вырабатываться свои антитела. Сначала иммуноглобулин действует, потом уже свои антитела. Хорошо, но в каждом случае мы поняли это наблюдение и отдельная терапия. Обязательно. И в период лечения очень важно не принимать алкоголь, не переутомляться, не переохлаждаться. И в течение полугода после завершения лечения то же самое. Нужно воздерживаться от того, что я говорил. Хорошо, у нас есть еще звонки. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. А вот когда по улицам бывает вакцинация животных домашних? Она уже была или будет? Была. Была, да? Да. А вот к вам на бесплатную приезжать откуда не подскажет? До Романова, 20. Спасибо. Это недалеко от бывшего поста ГАИ? Ну, около молокозавода. Рядом с мясокомбинатом. Ну, а там спросят, если потерять. Хорошо, у нас есть еще вопрос. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Добрый вечер. Сейчас мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу. Уважаемые телезрители, звоните, задавайте свои вопросы. И сразу после рекламы мы продолжим наш разговор. Здравствуйте те, кто к нам подключился. Только что мы продолжаем прямой эфир. Если коротко, то сегодня мы говорим о змеях, клещах и бешенстве. И мы продолжаем с нашими гостями. Первую часть мы закончили разговор о том, Николай Митрофанович, какое профилактическое лечение бешенства вы применяете к обратившимся. А вот нужно ли что-то делать, когда вот тебя укусили, или быстрее ждать скорую и не трогать ни в коем случае ничего вместо укуса? Я забыл, конечно, сказать, что прежде всего, если произошел укус животным, нужно промыть рану. Обязательно промывать. А как промыть? Нужно водой с применением мыла или любых моющих средств. Это нужно промывать в течение 10-15 минут. Прямо держать под водой? Под струей воды. И мыльный раствор обязательно. Считается, что около 60% вируса таким образом вымывается из рана. Это, конечно, касается ран, которые зияют. Но есть кошачьи укусы, которые там у них зубы мелкие, острые. Инфекция попадает внутрь и вымыть практически очень сложно. После промывания раны нужно обработать края кожи вокруг раны или раствором спирта 70 градусов или, в конце концов, водкой, или йодом. Наложить повязку и в срочном порядке в травмпункт. Желательно обратиться в первые часы, но максимум в первые сутки для эффективного профилактического лечения. Елена Алексеевна, а в случае с укусами змей, с клещами мы все поняли. А, еще и клещами. Я рассказала, что у тебя вытащить, клеща там надо сжечь или залить. А вот вместо укуса клеща тоже надо продезинфицировать, обработать, заклеить пластырем и лучше наложить мазь с антибиотиком или тетрациклиновую, или левометцитиновую и заклеить пластырем. На сколько? На сутки? На двое суток. Менять повязочку? Да, можно так. Это профилактика именно бролиоза тоже. Ну, про антибиотики я уже говорила. А по поводу змей, по укусам змей тоже, да, если, допустим, случилось это в лесу где-то, я хотела обратить внимание, чего нельзя делать ни в коем случае. Это накладывать жгут выше укуса, потому что это лишняя травматизация. Это, ну, это нельзя делать. Вот там начинается застой крови, еще больше отек будет, растягивая, когда снимается жгут, резкий выброс яда идет в организм. Но нельзя это делать, не надо. Вот, второе. Ни в коем случае нельзя применять алкоголь. Иногда говорят, что вот алкоголь, там все убивают. Ни в коем случае нельзя тоже принимать алкоголь, как в случае вот с вакцинацией против бешенства. Потому что яд усиливает действие яда змеи. Это тоже токсин для организма. И он мешает воведению яда из организма алкоголь. Это ни в коем случае тоже нельзя делать. Разрезать рану ни в коем случае нельзя. Вот там, где произошел укус змеи, разрезать, чтобы выдавить как бы яд. Это тоже нельзя делать, потому что рана инфицируется, и еще хуже становится. Тоже нельзя. Существует определенная рекомендация при укусе змеей. Можно сказать сейчас, да? Да, да, конечно. Да, если случилось это, значит, надо все-таки обездвижить эту конечность, куда произошел укус. То есть человек должен спокойно лежать. При движении идет быстрое распространение яда. То есть как можно меньше движений. Если рука, допустим, можно ее как-то зафиксировать тканью любой, ну, допустим, там, да, ногу это как-то положить. Можно даже, если есть такая возможность, привязать ногу к ноге там и транспортировать как-то больного, ой, ну, вот этого человека укушенного, если это есть рядом кто-то еще. Надо, если, допустим, есть рядом супрастинтовидил, можно выпить, чтобы не было аллергической реакции сильной. Как можно больше пить надо. Пить. Допустим, что с ранкой делать самой? Есть такая рекомендация, что выдавить надо как можно больше. Выдавливать, выдавливать кровь, а вместе с ней выдавливается яд. Выдавливать. Можно есть такая рекомендация, как отсасывать тоже, потому что сильно получается. Но это не всегда безопасно для человека, который это делает. То есть если есть какие-то микроранки во рту, может произойти заражение, считается. Но если это необходимо сделать, допустим, ребенку, ребенку там все что угодно начнешь делать, да, лишь бы спасать. Поэтому это можно делать, но надо как можно чаще сплевывать эту вот кровь с ядом, сплевывать как можно чаще, если есть возможность, поласкивать рот водой и сплевывать тоже. И вот это делать, это делать несколько минут, и это тоже помогает уменьшать концентрацию яда. Пока едет скорая помощь. Да, допустим, да, пока едет. Кожу также вокруг ранки тоже можно обработать каким-то десредством, тоже это надо обработать, чтобы не было инфицирования. Приложить холод. Это также есть такая рекомендация. Приложить холод, потому что холод, он как бы немножко замедляет движение крови. И вот чтобы не было такого большого распространения яда. Вот, приложить холод, обездвижить, я уже говорила, спокойствие. И, значит, И, значит, транспортировать в больницу, да. Да, давайте, может быть, еще вернемся к этой теме, а пока у нас есть звонки. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот хотелось бы узнать, а были ли смертельные случаи от бешенства в Клинском районе? Спасибо. Были. Геннадий Анатольевич, расскажите, при каких обстоятельствах и кто погибал? Значит, два года назад, наверное, погиб москвич. Принес енота себе и... В Москве? Да, где-то было. На москвич. Дачник. Дачник, да. Принес енота, значит, енота укусил за лицо, уехал в Москву, обратился в больницу, но было уже поздно. И было, наверное, лет 10 назад, наверное, 12, бабушка одна умерла. Точно не помню, не скажу, как. Ну, не меньше 12. Это было Воловникова, Чернятинского сельского совета. Да, ну вот... Женщина, ты просто знаешь, расскажите, 1934 года рождения. В начале июля укусила своя собака. Собака умерла. Женщина никуда не обращалась. Рана на тыле кисти зажила, Не было никаких признаков, да? Но 15 августа у нее появились головные боли, 17 августа появились боли с той стороны, где был укус, в плечевом суставе, по поводу чего она обращалась неоднократно в больницу. Лечили от артрита, воспаление сустава, от плексита, воспаление плечевого восплетения. 18 августа у нее уже появились затруднения дыхания, затруднения глотания, а не менее кожи лица. И тут, естественно, заподозрили уже бешенство, положили, госпитализировали в больницу высоковскую, сначала в терапевтическое отделение, а потом перевели в инфекционное отделение. В тот же день, вот 18-го, ее перевели уже в Москву, в инфекционную больницу. Но через два дня ее перевели на аппарат искусственного дыхания, к сожалению, закончилось смертельным исходом, как обычно и бывает, если болезнь развивается. хорошо. Хорошо, у нас есть еще звонки. Задавайте, пожалуйста, свой вопрос. Вы дозвонились. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы обратиться к Николаю Митрофановичу. Николаю Митрофановичу, я хотела бы выразить вам благодарность за ваш коллектив. Мы обращались около двух месяцев назад именно с укусом животного, бродячим. Вот, обратились и оказали очень квалифицированную помощь на вашем трампосту. Как трампост, да? Не правильно говорю? Да, на трампосту. Вот. И особенно Олегу Николаевичу Нилову именно вот дежурил тогда этот вот доктор, очень молодой и как бы нам показалось сначала, да? Но очень хорошо оказался, доступно нам вот объяснил, да, мы все поняли, все как бы сделали нам хорошо. А также младшему медицинскому персоналу, это вашим медсестрам, которые очень-очень грамотно все сделали. Вот. Ну, в общем, спасибо вам за такие вот кадры, за вашу работу и вообще успехов вам. Сейчас у вас все в порядке в вашей семье? Да, все хорошо. Вам огромное спасибо, Николай Митрофанович. И вам спасибо за звонок. Мы послушаем, что еще хотят спросить или сказать наши телезрители. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Благодарность. Алло. Алло, да. Слушайте меня? Да, да, говорите, задавайте свой вопрос. Николай Митрофанович, хочу передать большую благодарность за дочку, которую спас, буквально мое, два года назад было открыто первой руки, приехали в ЦРБ к вам. Молодые специалисты отказывались, ну, как бы, нюансы не буду говорить, ну, большое спасибо вам. Извините, что, если не корректно что-то, извините. Спасибо. Ничего, ничего. Все в порядке. Николай Митрофанович, ну, вот, говорили про смертельные случаи от бешенства, а вообще можно вылечить бешенство, если произошло заражение человека? Если произошло заражение, это, если начато профилактическое лечение вовремя, то в первые сутки после контакта с животным, желательно в первые часы, лекарство, вот, вакцину можно вводить даже спустя несколько месяцев. Иммуноглобулин или эту сыворотку, если это на основе лошадиной крови, не более трех дней, чтобы прошло. Если на основе человеческой крови, можно до семи дней ждать. Вот тогда довольно достаточно гарантированно, можно сказать, что болезнь не разовьется. Но, к сожалению, даже при соблюдении всех условий, всех норм проскакивают случаи, абсолютно идеально приведенное лечение развивается само заболевание и заканчивается летальным исходом. Поэтому очень важно обратиться вовремя и проводить лечение добросовестно. Хорошо, все понятно. У нас есть еще вопросы наших телезрителей. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Алло? Да, да, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень хочу поблагодарить Стрелкова Николая Митрофановича. Некоторые несколько лет назад я с дочкой обращалась, нас отправляли в детской поликлинике, у ней жидкость выходила из сустава. сейчас очень хорошо. Девочки, 17-й год, отчица Зеленоградина медика. Мы вас очень любим, благодарим. Все в порядке. Вот вы никогда не отказываете. Вот очень хорошо. Есть такие люди. В общем, вам крепкого здоровья, долгих лет жизни. Спасибо вам. Вы никогда не отказываете никому в помощи. И вам спасибо за звонок. Николая Митрофановича. Спасибо вам еще раз. Да, спасибо. Мы слушаем дальше наших телезрителей. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире. Меня слушаете? Да, да. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, вот меня кусала кошка два года назад. Я хотела бы узнать, делают ли прививку от столбняка при укусе домашним животным? От столбняка? Да, параллельно мы делаем прививку от столбняка. Делаем вакцину по поводу бешенства или иммуноглобулийную вакцину и потом делается прививка от столбняка. Совершенно верно. Тех, любого человека независимо от укуса. Если человек не привит, если это не ребенок до 16 лет, у детей есть прививка детская еще действует, мы им не вводим. Давайте, уважаемые гости, сейчас, может быть, кому-то это покажется слишком примитивно, но напомним, как уберечь себя от вот этих всех укусов и страшных последствий. Геннадий Анатольевич, может быть, вы про бешенство возьмете слово? Да, совсем, буквально немного. Значит, нужно всегда опасаться диких животных. При изобревании бешенства животное теряет страх, оно подходит к человеку, как будто ласкается, тем не менее, значит, нужно сразу заподозрить, что с животным что-то не так происходит. поэтому очень большая просьба к незнакомым животным, собакам, кошкам, лисам, енотам, ни в коем разу, значит, не надо их гладить, не надо их жалеть, потому что жизнь человека, значит, дороже. Хоть мы и считаем, что они наши младшие друзья, но может это очень плохо кончится. И прежде всего надо считать именно жизнь человеческую. Ну, конечно, я не призываю, что нужно убивать животных, значит, или, значит, не оказать им помощи, ни в коем разе этого не говорю. Но, тем не менее, себя нужно оберегать. А вот, Геннадий Анатольевич, а были уже у нас сейчас в районе случаи выхода диких животных к людям как-то вот это отслеживает ситуацию или пока не поступало никаких таких сигналов? В этом году не поступало сигналов от людей. Ну, появляются они периодически, значит, то в одной деревне, иногда бригада выезжает туда, она уже ушла в лес куда-то не находили. А как вы думаете, вот с чем это связано вообще вот такая хорошая статистика по бешенству? Вот на одном из совещаний охотники говорили, что уменьшилось количество диких лис в наших лесах вот с чем это связано и плохо ли это я имею ввиду уменьшение самой? Ученые вот работали по Московской области и доказывают, что нужно одно десятое значит животного должно быть на гектар значит угодень. То есть на 10 гектар одна лиса должна быть или один енот. Вот такая статистика. Но пока в Московской области эта цифра превышает и лис и енотов больше, значит поэтому не можем никак не разорвем эпизотическую цепь. То есть есть много животных они контактируют друг с другом поэтому А как ее возможно разорвать? Уменьшить количество животных. Как? Кто должен этим заниматься? Ну мы просим у района денег вроде бы пообещали нам но мы три года назад охотникам доплачивали 300 рублей по-моему за голову лисы приносят мы в конце месяца им выплачиваем вознаграждение помогала администрация конечно с деньгами Угу Сейчас Геннадий или Елена Алексеевна, да, кто ответит? Куда обращаться, если вот видят? Если это, значит, не в жилом секторе, то, значит, часто звонки к нам приходят, мы созваниваемся с охотниками, на каком, это, в каком хозяйстве, у нас два охотных хозяйства, значит, и территория разделена, как бы, Клинского района. Звоним, охотники никогда практически нам не отказывают, и принимаются меры, убивают лес. Ну, куда вот звонить, вот если такие беспокойные есть, может, случаи? 2-26-00. 2-26-00, да, и сообщать о выходах. Геннадий Алексеевич, что-то хотели дополнить? Да, я хочу дополнить, что можно звонить еще в Чистый город, вот у нас есть организация, мы в Чистый город, абонентский отдел. Я вот номер телефона не хочу говорить, боюсь ошибиться, но на сайте у них есть этот номер телефона, именно абонентский отдел, Чистый город, ну, туда тоже можно обращаться. Также можно, ну, это особенно по безнадзорным животным, и в свое РЭО тоже можно обращаться, они тогда свяжутся уже с кем положено. Ну, лучше вот в Чистый город, или вот в ветеринарную службу. У нас есть еще один звонок, мы вас слушаем, говорите. Алло. Скажите, это меня? Да-да-да, вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я хотела поблагодарить Стрелкова Николая Митрофановича. Николай Митрофанович, вы просто вот, я не знаю, вы доктор от Бога, я к вам случайно попала, ну, на прием, мне захотелось, потому что вас очень, Клин, Клинский район, и вообще Московская область нахваливала. Я к вам попала, и вы так меня отслужили хорошо. Все мне грамотно объяснили. Я к вам обращалась про ноги и про плечо. Спасибо и низкий вам поклон. И вам спасибо. От Калины Ивановны. Засмущали нашего народного доктора, наши телезрители. Но, хотя и не в тему, но очень приятно и очень отрадно, что вы у нас сегодня, Николай Митрофанович, в гостях. Вот эфир почти подходит к завершению. Давайте по теме еще раз предупредим, может быть, наших клинчан, как уберечь себя от обращения к вам и к вашим коллегам. Вот Геннадий Анатольевич сказал правильно. Если животное, особенно дикое, ведет себя необычно, приближается, животное должно убегать от человека. А если приходит к вам на дачу, пожалуйста, будьте осторожны, не подпускайте, не подходите сами. Если произошел контакт, обязательно сразу промойте вместо контакта ослюнение, рану, царапину, ссадину, водой, с мылом, если мыла нет, хотя бы водой. Обработали кожу и быстренько в травмпункт. Мы вам там окажем квалифицированную помощь, и это будет все-таки гарантией от развития заболеваний. И ходите в лес, пожалуйста, общайтесь, но будьте очень внимательны. Елена Алексеевна, продолжите. Про тему клещей, про гадюк я сказала, что вот как надо в лесу себя вести, допустим, да. И про клещей. Я говорила, что нужно исследовать клеща. Если все-таки не получается исследовать клеща, то обязательно надо вести за собой самонаблюдение после укуса клеща. В течение примерно трех недель, трех-четырех недель. Особенно это касается болезни лайма. И если у вас за это время появились любые признаки какого-либо заболевания, плохо вам стало, слабость, голова заболела, потеря аппетита, может быть, даже. Что-то вы так вот чувствуете себя как-то, температура повысилась, боли в области шеи, еще там, ну, любые мышечные боли, суставные боли. Если, допустим, даже появилось на месте укуса клеща пятно, характерно для болезни лайма, пятно кольцевидное, такое красноватое пятно, оно в середине может быть светлее, по краям покраснее. И оно может увеличиваться. Называется мигрирующая ретема. Тоже обязательно надо обратиться к врачу. Вот если появилось что-то на месте укуса, что-то непонятное, краснота какая-то растущая, обязательно надо обратиться. У нас есть тесты именно на выявление болезни лайма, боролиоза именно, вам проведут анализ, и все будет тогда ясно. И, кроме того, мне хотелось бы сказать, что когда вы собираетесь в лес, то тоже заранее постарайтесь одеться, ну, вот одеться так, чтобы клещу было трудно вас укусить. Это значит, что существует специальное правило. Тоже они везде есть, мы везде и листовочки вешаем, и на сайте у нас везде развешано. То есть надо плотно, чтобы была одежда, светлая одежда, чтобы было видно клеща, плотно прилегали к запястью рукава, плотный ворот, чтобы он не залез. Клещ ползет вверх, поэтому все должно быть заправлено вниз, рубашка в брюки вниз, брюки в носки, носки в высокие ботинки или сапоги. Это все очень важно. Кажется, что это мелочь, но это очень все важно. И обязательно головной убор, обязательно головной убор. Из собой можно брать, сейчас разные средства продаются, репелленты, аккрицидные средства, которые можно использовать. Они действуют. Да, они действуют, но только обязательно надо согласно инструкции, потому что многие из них нельзя на кожу применять, только на одежду. Поэтому надо обязательно читать внимательно инструкцию. Ну и, конечно же, себя осматривать. Клещ, когда он попадает на человека, он ползет, в течение где-то 20-30 минут он ползет, ищет место, куда присосаться. Поэтому минут через 15-20, когда вы гуляете, надо осматривать себя, своих близких животных. Нет, когда даже человек присасывается, когда клещ, он человек не почувствует, потому что у них специально они сначала впрыскивают жидкость обезболивающую, потом присасывают. Какие хитрюги. Ищутся по часовой стрелке. Да, вот такие хитрюги они, да. Природа их вот так этим наделила. Поэтому нам надо тоже как-то уметь с ними бороться и самим себя защищать от них. Вот такие как бы пожелания. Ну вот клещевого энцефалита у нас в районе, слава богу, нет. А вот болезнь лайма, боролиоз, она чем опасна для человека? И опасна ли, вот, или ее, как вы сказали, пролечили антибиотиками и все забыли? Да, но на начальном этапе очень легко лечится антибиотиками. Даже если вот и профилактическое лечение, оно не дает, чтобы человек заразился антибиотикой. И на начальном этапе заболевания, это заболевание лечится антибиотиками и не развивается. Но если не лечиться, в некотором проценте, конечно, не в 100% случаев, а в некотором проценте случаев может перейти в хроническую форму. И хроническая форма, конечно, может тяжело протекать, потому что может поражение нервной системы, суставы, мышцы, сердечной системы может быть поражение. И в тяжелых случаях может привести к инвалидности. Но в нашем районе такого не было. Надеюсь, что не будет. Но лучше, чтобы этого и не было, вот лучше все меры принять заранее. И у меня вот еще такой вопрос остался. Николай Митрофанович, а вот если все-таки человек заражен вирусом бешенства, чаще всего он умрет или его можно как-то спасти? Вот если уже заражен, пропустил, упустил время, как вот в случае с бабушкой, да, или с мужчиной-москвичом? К сожалению, если болезнь развивается, то уже исход один. Это было вот буквально до последних дней. Так даже в некоторых источниках написано, что история не знает случая, чтобы человек выздоровел от развившегося заболевания бешенства. Но вот по последним данным, вот в Америке несколько случаев было, пострадавшего или заболевшего уже человека вводят в искусственную кому, пережидает тот момент, когда он дышать не может, аппарат за него дышит, сердце бьется, и через определенное время аппарат периодически отключает, и человек выживает. Но это, опять же, единичные случаи. Если поражается центр сердцебиения, то тут уже никто не поможет. Если отказывается от сердцебиения, импульсов нет, сердце не бьется. То есть опять, к сожалению, смерть. И вот у нас буквально несколько минут до конца. Если еще есть что-то сказать нашим клинчанам? Телефоны, адреса, куда обращаться, куда звонить? Ну вот по кличам много вопросов поступает. И, пожалуйста, можете звонить и мне на телефон 7309, или же на телефонной горячей линии главных врачей. Они все на сайтах тоже есть. Можно звонить в больнице или на приемный покой. Но я всегда всем дам консультацию 7309. И повторюсь, что у нас на сайте есть информация, на сайте управления здравоохранения, на сайтах больниц, на приемном покое есть листовочка. Все разъяснения везде есть. Пожалуйста, только соблюдайте меры предосторожности. Но если произошло присасывание клеща, то сильно паниковать не надо. Вот прям сильно так бояться, этого не надо паниковать. Лучше вот клеща исследовать, и потом все будет спокойно. Геннадий Анатольевич, вот сегодня было много вопросов по поводу, стоит ли прививать домашние животные сейчас, когда массовая вакцинация уже прошла, и куда обращаться? Вот давайте скажем. Дорогие клинчане и жители Клинского района, если вы любите своих питомцев, приходите, пожалуйста, привейте их. Это сохранит жизнь вашим питомцам и обеспасит вас самих. Обращаться, значит, улица Дуруманова 20, с 9 до 17, с 12 до часа обед, телефон 226-00. Вакцинация бесплатная, самое главное, не говорите. Вакцинация бесплатная. Нет, я вначале, я не так сказал, вакцинация бесплатная. Всегда ли стоит обратиться к врачам? Всегда. Всегда. Травматологический пункт работает круглосуточно. А если маленькая царапина? Если маленькая царапина, ну как она вот нанесена? Это играет роль. Это очень важно. Или если хозяин играл с собачкой или там с кошкой, кошка привита или собака привита, в процессе игры можно сказать, что тут можно не обращаться. Но если дикое животное, это 100%... Или даже если своя кошка вот совершенно внезапно напала, беспричинно, это тоже подозрительно. То есть неадекватно стало поведение животного. Но животное неадекватно стало себя вести и поранило человека. Тогда тоже надо подумать и обратиться лучше, конечно. Хорошо, спасибо вам за исчерпывающие ответы и исчерпывающий, мне кажется, разговор. Всем здоровья, конечно же. Всем здоровья. Дорогие клинчане, здоровья вам. До свидания.